Малышонок в коротких штанишках Грубами, рукоятками и штурвалами на дне его Повозились там, осматриваясь, повесили тряпку на вход, чтобы взрослые за нами не шпионили Выбрали себе стену и стали планомерно разрушать кирпичи Что именно мы делали, я за давностью лет не помню, все-таки семь десятков лет прошло Как мы вытащили детскими ручонками первые кирпичи Выскребли, что ли, цемент между ними, а потом пошли откалывать мелкие щепы кирпича Затрудняюсь сказать Но у меня, главного архитектора, стоял без газами чертеж Цветная картинка, должно быть, зацепленная детским глазом из какого-то фильма про войну Про войнуху Свечка на столе обнажает деревянные нары, засланные солдатскими одеялами В просветах между нарами видны земляные кое-как крашеные стены с подпорками А на этих стенах, на гвоздях, связки автоматов и географические карты Прошел по советским экранам уже фильм «Падение Берлина» Первый цветной советский Вот не помню, появлялась ли в фильме землянка Зато теперь умом взрослого, седого мужика Я теперь понимаю, что мой идеал был, как две капли воды Похож на схрон ненавистных мне западенцев-бендеровцев Кирпичную кладку, ширину одного кирпича преодолев Мы оказались один на один с украинской почвой То была еще настоящая мать сыра земля Маслянистый чернозем старого, несовременного мира И потому в ней встречались слепые черви, жуки, многоножки, всякие насекомые И другие загадочные животные земли Отчего нам, малышне, было то страшно иных из них, а иных мы жалели Страшных мы с визгом давили, если они не успевали улизнуть А тех, кого жалели, бережно выносили из коллектора и отпускали в траву Ну, конечно, к нам время от времени заглядывали взрослые Что вы тут делаете? Хитрые мы сажали у входа, тотчас у тряпки наших девочек с куклами И они беззаботно, как добрые щенки, весело пищали Мы играем Но и люди Ну и поди догадывайся, что эти веселые, перемазанные землей простушки На самом деле изощренные разведчицы-конспираторши Фу, как у вас тут сыро Ревматизм заработаете, шли бы лучше на солнышке играть Побурча взрослые уходили по своим неказистым и неважным делам Думая, что они самые умные Мы понимали, что совершать то, что мы делаем, нельзя Что взрослые озлятся и накажут, а то и засыпят от нас коллектор Потому мы таились, притворялись невинной малышней Мы складывали извлеченные землю в рогожки Завязывали в узелки И когда темнело, вытаскивали из нашей землянки Относили подальше Обычно вываливали ее к кустам бузины Вот не помню, откуда я своровал дизайн землянки Из какого фильма А мы ходили на все фильмы И все фильмы были тогда про наших и немцев Но мне было понятно тогда и понятно сейчас Почему малышня сплоченно пошла за мной Ну, во-первых, только что прокатилась по нашей земле война И на это именно, под нашими ногами Той, что с кустами бузины Еще каких-нибудь четыре года назад Ходили самые настоящие в реценемцы с оружием И разговаривали по-немецки И вообще за немцами далеко не нужно было ходить Это именно они построили дом В котором большинство малышней жили И соседний дом, и дальний дом Немцы построили только уже пленными И коллектор они построили А вот зачем он предназначался Все уже забыли Потому и зарос травой И достался малышне А во-вторых, ни у кого из нашей малышачьей команды Не было своей комнаты И всем хотелось ее иметь Чтобы разложить дорогие нам предметы Шлем танкиста, пулю, осколок, пилотку, пуговицу Мы уже вползали всем малышачьим отрядом Вырутую нами пустоту Большим спросом стали пользоваться У ворованные дома свечки Благо свечки были тогда во множестве в каждом доме Перебои с электричеством были обычным явлением Дальнейшие наши амбиции были Остановлены вмешательством извне Мы даже не узнали, кто это сделал Но коллектор засыпали И на месте его соорудили клумбу И высадили туда семена цветов С военным названием майоры В сведениях, полученных от родителей Виновниками уничтожения нашей мечты Были строители Но так как никто потом долгие годы Никаких строителей больше у нас не видел То малышня между собой решила Что это сделали родители Если ты уж создал себе однажды Дизайн предпочтительного тебе жилища То так и будешь Преследовать этот идеал в последующие годы В возрасте около 15 лет Я рецидивировал с землянкой Место действия все тоже Улица Поперечная Салтовский поселок Охраина Харькова В этот раз, вероятно, уже Не отдалившаяся, между тем, от меня война Послужила причиной новой попытки Вырыть свою нору землянку Но проживание в одной комнате с родителями Изначально под домом Немцами-строителями Был вырыт для русских Обширный подвал Разделен деревянными перегородками На секции У каждой прочная дверь И мы там хранили жильцы В основном уголь и картошку Одна психованная украинская тетка Клава ее звали Тетя Клава Тогда же выкормила поросенка в свинью Но это был единичный случай К тому же в подвале водились крупные украинские крысы Патюки И жизнь у поросенка, превращавшегося в свинью Я подозреваю, была нервная Так вот Мускулистым подростком я Отгребший к краям нашего подвального участка Остатки угля Однажды весенним вечером стал копать Дела у меня шли неплохо Для начала я изготовил такой примитивный сруб с крышкой И вкопал его в землю Уходя после работы Я каждый раз забрасывал сруб и крышку углем Мать и отец обнаружили мой схрон Вероятно, дело не обошлось без остроносой тети Клавы Именно она чаще всего шныряла в подвале То выращивая поросенка в свинью То еще по каким-то ее шустрым делам А в дневнике Вместе со схроном Родители обнаружили спрятанные в вакууме из глины Первые снесенные мною в тайник сокровища Среди них тетрадь, в которой я вел дневник Помню, что это была тетрадь в красной обложке А в дневнике, среди прочего, я писал о том Что мои родители на самом деле Не мои родители, а мой настоящий отец граф Такое, какой же родитель простит Мать устроила мне жутчайший скандал Обвинила меня, вот в чем я позабыл Отец, я помню, не вмешивался, таинственно улыбаясь Тут, чуть отвлекшись от темы землянка Спешу сообщить, что всего лишь пару месяцев назад Обнаружилось Я предпринял поиски моих корней на свою же голову Что я был в моих фантазиях недалек от истины Вот что принесли поиски Отец мой остался на месте Это мой отец И дед Иван Иванович, мой дед Но только обнаружилось, что Иван Иванович Сын тайного советника Губернатора и прочее И прочее Ивана Александровича З Дед мой родился в 1882 году А Иван Александрович, мой прадед, в 1840 году Так что мой прадед, тайный советник Семья поставляла России генералов с 17 века А прабабкой оказалась дворовая девка Варвара Петровна Только в 1992 году я увидел землянки в Сепской Боснийской Республике Правда, это были осовремененные землянки Сербские добровольцы вкопали белые, теплые, пластиковые, сватые Внутри домики аоновских солдат в землю И жили в них в этих своеобразных землянках Я провел в такой землянке пару ночей Скорее из тщеславного желания осуществить детскую мечту Все было как надо Карты, автоматы на стенах, свечка на столе Правда, стены были не деревянные Зато в 1994 я стал арендатором Огроманного в 347 квадратных метров подвала На 2 Фрунзенской улице, дом 7 Где, наконец, воплотил свою малышовского времени мечту Были нары, хлопцы спящие на нарах Знамена, плакаты и кое-какое оружие Целых 9 лет служила домом хлопцам и мне Настоящая обширная землянка Я же говорю, с чего начнешь, к тому и придешь В 2001-2003-м, поскидавшись по тюрьмам Я отметил схожесть моего дизайна с землянки С тюремными хатами Спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ